Хай, ты на канале Мэджик Фэмили, я Софи. Я Миша. А я Эйвен и я Грызуми. А за моей спиной сидит хиночек Юми. И сегодня будет мое видео. Юми, ээээ. Да, в общем, подписывайся на наш канал, жми там красную кнопочку внизу. И колокольчик. И ставь лайк. Да, и ставь лайк, если хочешь видео о... Давайте я уже начну рассказывать. Юми, эээ, ладно, поехали. Привет, я покемон Юмичу. И сегодня видео было мое утво. Я просыпаюсь утром по-разному. Иногда в 6, а иногда в 9. А в общем, когда захочу. Иногда я сплю в этой большой лежанке. А иногда в своем в табике. А иногда в чей-нибудь другой лежанке. Например, тети Софи. И еще по секрету. Я иногда играю со своей ногой вот так. А иногда я сплю с мамой в кровати. Вот тут. Я уже почти большая и умею слазить в кровати и залазить до нее обратно. Сейчас я вам расскажу способ, как правильно будить двуноги. Надо залазить им на голову и ходить по голове. Или сидеть на лице. Потом надо начать человать ее. Много-много, везде-везде. Можно попытаться залезть языком в нос. Или в глаз. Или можно много-много-много человать в уши. Потом надо снова в нос. И в конце концов она поснется и скажет. Юми, хватит. Хватит, Юми. Но это не должно вам мешать. Вы должны продолжить свое задание. Она сдаться и встанет. Потом я жду, когда она встанет и умоется. А я пока иду в туалет. Хотите, покажу? Юми, мне кажется, это уже слишком. Не все хотят видеть, как ты писаешь и какаешь. Да ведь, правда? Я думала, это надо показать. Это же мое утво. Ну ладно. Потом начинается время завтрака. Всем покемонам нужно есть. И не покемонам тоже. Я очень люблю покушать. Потому что мне нужно много энергии, чтобы спасать мир. Поэтому я всегда жду завтрак. Я даже танцую от радости. И прыгаю на задних лапах, когда вижу еду. Скорей, скорее. Давай уже. Ну давай, корми меня. Давай. Пш. Ну давай, скорее уже. Давай, давай, давай. Не еду, скорее. Я очень хочу кушать. Я же все очень ела. Я кушаю отдельно от всех одна. Я считаю это потому, что я уникальный покемон. Но мои приемные родители и тетя Софи говорят, что я кушаю слишком быстро от задности. И поэтому я ем отдельно. На самом деле, мне всегда кажется, что у меня захотят съесть мою еду. И поэтому Аня меня кормит в отдельной комнате от всех. Ммм, какая вкуснятина. Ммм, как вкусно. Иногда я не доедаю свой полезный завтрак. Но чаще всего я доедаю. И... И потом меня оставляют одну. Совсем одну в комнате. Аня говорит, что это для моего здоровья. Потому что когда у меня полный живот, мне нельзя прыгать, бегать и гвать и беситься. И поэтому я остаюсь одна на немножко, пока еда не уляжется в моем пузе. Но мне всегда тут скучно. Тут же совсем нечем заняться. Мне приходится лежать и ждать, пока еда переварится. А потом приходит Аня, ува. И проверяет мои уши. Ночью я опять сняла наклейку с одного уха. Она мне мешала. У меня растут зубы и поэтому падают уши. А еще потому что они большие и тяжелые. И для этого их заклеивают. А потом Аня дает мне вкусную втулку. Они называют это кальций и говорят, чтобы уши стояли. Я не знаю, что это значит, но это очень вкусно. Потом я приучаюсь к разным процедурам. Чистить зубы. Их у меня еще толком нет. Но говорят, приучаться надо с самого детства. Фу, какая же вонючка. Но я веду себя уже спокойно. Потом я приучаюсь к расческе. Мне нравится расческа. Это как массаж. Приятно. А потом я приучаюсь к дурацкой штуке, которую они называют страшным словом когтирес. Я уже лежу спокойно, не так раньше. Потому что я знаю один секрет. Если я буду вести себя хорошо, мне дадут вкусняшку. И похвалят. А потом наконец-то мне уже можно заниматься своими любимыми делами. Таскать свои игрушки в табик. Я очень люблю играть с тетей Софи в безумную лису, которая летает в воздухе. Или мячик. Он убегает, а я его ловлю и несу в табик. Но он все время хочет убежать от меня. Видите? И мне приходится с ним бороться. Непослушный мяч. Вокруг меня все непослушные. И лиса тоже все время убегает. И мне опять приходится нести ее в табик. А иногда она улетает наверх. И мне нужно прыгать за ней. Вот так вот. Вась! Два! Я летающий покемон! Да, уж, Юми, ты чуть на меня не налетела. Какая же глупая лиса. Обратно в табик тебе. Моя приемная мама со мной не очень любит играть. Даже если я ей залезу на голову. Зато я люблю нападать на моего приемного попу. Юми, встань. Видишь, я занят. Я хочу поймать мячик. Ааа, я на тебя не подзову. Юми, играй вон с лисой. Я и так с ней играю. А что ты там делаешь? Ничего, просто проверил. Играй с лисой. Да, я буду играть с лисой. Я пошутила, я сейчас могу суть за попку. И мне так нельзя. Почему? Почему? А за ухо? Сейчас оторву тебе ухо. Юми, нет. А за ухо? За ухо тоже нельзя. Я сосредоточен на мячик. А еще покемон Юмичу умеет вот так вот делать своим хвостом. Да, Юми, молодец. Это очень круто. Я знаю. Сидеть. Вот молодец сидеть. Дай лапу. Вот молодец дай лапу. Другую, ай, молодец. Сидеть, тут ждать. Иди сюда. Молодец. Кивай, кивай, кивай. Ай, молодец. А еще я делаю опасный трюк. Я сую голову в рот тети Софи. Как дрессировщик крокодилу. Я тебе не крокодил, Юми. Ну, плащи, но ты же меня любишь, да? Люблю, люблю. Привет с нашего канала с случайным репостом в нашем видео. Из группы ВКонтакте или со страницей Ани в ВК. А если хочешь видео про день всех нас вместе, ставь лайк. Это там внизу палец вверх. А еще некоторые говорят, я похожа на котика. После такого утра у меня начинается 10 часов. Потому что я маленькая и мне нужно немного отдохнуть. Ставь лайк. Я слежу за тобой. Я тоже теперь слежу. Пока, покемоны. Если ты не редиско, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Чекать, что пупы здесь? Пупы здесь, если сик-чек-чок. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть мы век, которые тебе сказали. Ля-ли-ки, смотри-ся. Ля-ли-ки, смотри-ся. Ля-ли-ки, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Да уж. Ля-ли-ки, смотри-ся.